Всем привет, всем привет! С вами Дмитрий Дочков и сегодня я хочу вас спросить, как вы думаете, что могут объединить все эти три устройства? Телефон, китайский mp3 player и обычный mp3 player, который может купить в обычном магазине. Так вот, что, как вы думаете, их могут объединить? Во-первых, это что умеют все эти три устройства? Телефон умеет все, это знает каждый. Китайский mp3 player может воспроизводить только музыку, а обычный плеер, ну, почти то же самое, что телефон, только не умеет звонить. Ну и, естественно, там нету игр. Так вот, что можно объединить этими тремя устройствами? А я вам скажу, что все это объединяется одним вот этим устройством. Это обычная колонка. Любому телефону, плееру, любой игре нужна колонка. Без этого никак, без звука неинтересно играть, неинтересно смотреть любой ролик. Допустим, если бы сейчас смотрели просто пустую картинку без звука, это было бы неинтересно. Так вот, чтобы был звук, нужна колонка. Конечно, есть динамика у всех этих двух устройств, в этом нету, но все равно внешнюю колонка никому не помешает. Я, как раз, хочу вам сказать именно о ней. Она очень интересная, надеюсь, всем она очень понравится. Колонка эта из Китая, стоит у нас 150 рублей, ссылка будет в описании. Давайте разберемся с этой колоночкой, что же она умеет и что она из себя представляет. Итак, если вам интересно, тогда мы начинаем. Итак, давайте приступим. Давайте разберемся, в чем заключается суть этой колонки. Здесь присутствует динамик. Снизу у нас виден индикатор, который горит, когда мы включаем или заезжаем. Когда мы включаем, у нас зелененький такой индикатор, а когда мы отключаем, он гаснет, а когда заезжаем, он красный. Здесь обычный провод 3,5 дюйма в стерео, как вы видите, здесь стерео, и вставляется в любое из этих устройств. И также есть такое вот место, куда его можно припрятать. Мини-USB, благодаря которому вы можете зарядить это устройство. Ну а, в принципе, колоночка неплохая, ее можно уменьшить. И все, и она такая мощь упущая, как маленькое яичко. Да, на самом деле похоже. Вот, колонка прикольная, не очень мощная, не очень громкая. Ну давайте сейчас мы с вами и покажем, я вам покажу, что же она все-таки умеет. Включим MP3-плеер, он уже старенький. Это X-Play T10, можете вбить в интернете, был куплен в 2010, наверное, году. Не забываем включить колонку. И включим какую-нибудь музыку. Ну, можно, допустим, вот эту. Ну и так она выключается. Но, если вам нужно сделать ее потише, то тут два переключателя. Вот это в ноль. То есть, когда она отключена, вот это средний звук. То есть, вот сейчас. Но если вам надо еще громче. То есть, в принципе, она не такая уж и тихая, но все равно иногда приходится выкручивать громкость на максимальную. Это что? Плеер. Теперь давайте разберемся с телефоном. Телефон тоже имеет такую же функцию, как ее воспроизводить. Музыку, кстати, эта колонка может, можно использовать как обычную гранитуру. То есть, для FM-радио. Ну давайте включим песенку. У меня уже что-то приготовлено. То есть, на средний громкость, конечно, вот ее не слышно. На максимум. То есть, как вы видите, если вытягивать все на максимум, то все хорошо получается. Если не вытягивать, то получается не так уж и плохо. Наут, китайский МВТ-плеер, почему-то не хочет работать. Я проверял, но почему-то он его не берет. Даже если я на максимум ставлю, он его почему-то не вытягивает. Почему? Не знаю. Может быть, что-то с проводом. Может быть, там что-то с контактами. Но вот, как я не пытался, он никак не хочет. К сожалению, так. Хотя я изначально покупал эту колонку под этот плеер. В принципе, что из плюсов. Неплохая цена, хорошая колонка. Допустим, если вы едете куда-то отдыхать, то взять ее с собой в дорогу. Там, в машину можно попробовать. Если вы едете на море, то тоже она, в принципе, неплохо. На пляже посидеть, включить. Работает она 3-4 часа в режиме, наверное, среднего тумблера, если брать тет. Ну, а если это, естественно, будет громче. Ссылка будет в описании. В комплекте идет только эта колонка. Не идет никакой другой внешний провод, как мини-USB. Оно не идет. Ну, дома, в принципе, можно есть что и купить. Колонка неплохая. Советую купить. Но не думайте и не ждите от этой колонки что-то очень сильного. И много обещающего. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Надеюсь, он вам понравился. Спасибо, что смотрите Кабан ТВ. Смотрите меня и дальше. Ну, а я с вами прощаюсь до следующего видеоролика. На этом у меня все. До свидания.